Всё, сегодня у нас был последний день курса, нам вручили сертификаты, сейчас вам покажу. Всё, сертифицированный мастер перманентного макияжа. И девочка, которая со мной училась, мы с ней, кстати, планируем искать сейчас помещение, планируем с ней вместе работать в паре. Она подарила Руслану вот такого вот тигрика красивого. Я надеюсь, что он будет рад, когда приедет. Я хочу активно закупаться расходниками, различными материалами, в общем, всем-всем-всем, что мне потребуется для работы мастером перманентного макияжа. Я планирую этим заниматься в самое ближайшее время. Свой инстаграм я уже переделала именно под такую рабочую страничку, там я больше не буду публиковать обзоры, они останутся здесь. Там будет уже чистая моя рабочая страничка именно по перманентному макияжу. И в том числе, я думаю, все знают, мастера различных сфер, в том числе бьюти-индустрии, что очень многие расходники дешевле заказывать на сайте Алиэкспресс. И вот хочу вам показать свою покупку. Это вот такой вот шнур для машинки для перманентного макияжа. Он вставляется в блок питания вот этой частью, а вот эта часть вставляется в машинку для того, чтобы регулировать мощность, для того, чтобы регулировать скорость. Поэтому это очень-очень нужная вещь. И этот кабель, он называется ClipCord, и стоит он действительно намного дешевле, чем у нас в Беларуси. И он очень хороший, очень плотный, такой, видите, толстый. Ну и порвать его будет очень проблематично. С моей машинкой для перманентного макияжа в наборе шел такой очень тоненький-тоненький провод. Там буквально одно неловкое движение, и, ну, его можно порвать. Поэтому я решила купить еще вот такой запасной, чтобы у меня был на всякий случай. Если вы тоже мастер перманентного макияжа, если вам нужен такой провод, возможно, для каких-то других нужд, я даже не знаю, честно говоря, где они еще используются, то оставлю ссылку под этим видео на Алиэкспресс, можно зайти и посмотреть. Мы купили суши. Так, сколько они тут нам обошлись? 12 рублей 90 копеек набор этот стоит. Дальше. Муж купил себе вот такой концентрации врачные белков, и вроде бы он подходит тоже для спортсменов. Он раньше покупал протеин в спортивных магазинах. Вот увидел в Грине вот такую вот штуку, тут 80% белка. Вроде бы хорошее вот это вот все содержание белков, зеров, углеводов. Попробует вместо протеина вот это вот принимать, так как он занимается. спортом. 32 рубля 49 копеек за килограмм. Воду он купил для аквариума, там нужно поменять, ну, то есть убрать часть вот этой вот старой воды и добавить вот такую вот воду. Здесь у нас 2 рубля 89 копеек за 555 литра. И жареный оранжевод для 59 копеек за... сколько у нас тут? 130 грамм. Сегодня мы едем за Русланом, потому что 2 недели уже его не было дома. Он уже и по нам соскучился, и мы соскучились. Да и родителям тоже уже там, бабушке, маме сложно с ним справляться. Тоже есть свои дела, поэтому сегодня мы его забираем. Поэтому сейчас мы с мужем собираемся и поедем за Русланом. В общем, мы выехали мы в Лиду. Сейчас я пересаживаюсь за руль, потому что муж выехал, у него очень сильно начал болеть один глаз. Вообще красный, полностью белок весь красный. Говорит, что это очень сильная светобоязнь. Не знаю, что это у него. Мы сейчас заехали на заправку. Он пошел заправить машину, и я сяду за руль, поеду я, потому что он вообще ездит не может. Говорит, очень сильно болит. У мамы был день рождения не так давно, поэтому купили вот ей такую орхидейку и сертификат в Милу еще я купила. Подарок. Что? Марсик по тебе соскучился уже, да? А подождите, иди мы. Подождите, и разденься сначала. 4 часа в дороге, и Руслан дома. Мам, не хочет, приятно. А что там у тебя? Расскажи, Руслан. Чего? А что это такое? У тебя лизун? А какого цвета лизун? Синего. Синего? Это вода? Да. Сегодня еще заехали на файл, перес, забрали посылку. Вот это я заказывала для мамы, такой свитшот. У нее недавно был день рождения, и поэтому я ей заказала такой подарок. Она выбрала сама. Сейчас я вам разверну и покажу. Размер мы выбрали L по таблице размеров и по отзывам. 50% хлопок, 50% инвестор. Очень красивый дизайн. Сейчас распакую и покажу вам. И с изнаночной стороны тоже. Смотрите, какой красивый принт. Здесь уже девушки нету, просто голуби. Мне очень нравится. Класс. Как обычно, артикул оставлю под видео. Кого заинтересует, можно пройти и посмотреть. Вообще, очень много интересных вариантов у этого производителя. Вот так он называется. И такая вот памятка. Есть и в инстаграм тоже, видите, их ссылочка. Покажу, как смотрится свитшот на мне. Конечно, у меня размер XS примерно. Если бы для себя я заказывала бы поменьше. Хотя, в принципе, такой оверсайз тоже сейчас модно носит. Ну, а так для мамы у неё размер побольше. Я думаю, что ей подойдёт отлично. Смотрится просто супер. Пока что сидим дома. Я закупаюсь расходниками, которые мне нужны будут для работы. Там инстаграм свой привожу в порядок. Добавляю свои работы, которые я сделала во время курсов. В общем, всё заказываю. Там Сезонас, Вайлдберрис. Вот так вот сидим дома. Руслан тоже с нами сидит. Конечно же, в садик мы его сегодня не повели. У нас в садике сейчас ходит где-то 9-7-9 человек из группы 25 человек. На ночь глядя сходили в аптеку. Я купила себе магнерод. Так, 50 этих вот таблеток по... Ну, там была скидка 25-40, было по 21 рублю. Каждая упаковка, потому что у меня были там по сердцу вопросы. Поэтому я два раза в год принимаю. Два раза в год, один месяц я принимаю такой курс. Я купила Дэвид. С мужем пили прошлой зимой и осенью. Тоже в этот раз купила. Будем по одной таблетке принимать в месяц. Тут получается нам двоим на 4 месяца хватит. И в Белмаркет зашли, купили вот такие вот орешки, миндаль за 500 грамм. 16 рублей, по-моему, да. 15-99. Мандарины за килограмм. 3 рубля 49 копеек. Тут у нас больше, чем на килограмм получилось. Груши 4-99, это рацион взял. И семечки он уже понес 3-69. Вот, такие вот покупочки. Сейчас уже разложимся и пойдем спать. Подгоняю свои такие все дела, которые связаны с моей будущей работой, которой я планирую заниматься уже со следующего месяца. То есть мне сейчас все придет. То, что я позаказывала, и я уже буду в Инстаграм запускать рекламу, буду брать первых клиентов. Вот. Надеюсь, что через месяц, может быть, чуть больше, я смогу уже уволиться со своей работы, если все будет хорошо. И заняться уже непосредственно. Вот этой работой, новой работой. Поэтому так, сидим сейчас дома. Руслан с нами тоже сидит дома. Вот сейчас они только вечером вышли в магазин. Артур с Русланом. Я работала, поэтому с ним не пошла. Но как-то у меня так особо нет сил. Попересаживала цветы. Наконец-то руки дошли, потому что уже стояли цветы в этих стаканчиках. Уже корни попускали, нужно было срочно их посадить. Наконец-то у меня дошли до этого руки. Но еще очень много дел дома. Вообще нет сил, не хочется ничего. Поэтому сейчас просто посмотрим фильм и пойдем спать. Завтра у меня выходной. Наконец-то я высплюсь. В общем, муж пришел с магазина, купил сок, но он не взял чек. Поэтому не смогу вам сказать цены. Это из Грина. Они в Грин ходили. Так, сок, молоко вот такое, Рогачевское. Мы часто покупаем вкусное. Как обычно, творог он себе покупает. Дальше сметана 20% это мне. Салат по-корейски острый. И вот такие вот чипсы. Это я попросила его. Какой-то новый вкус от Хайнс. Да, я раньше не видела. Чеснок, мята, кетчуп. Вот такие вот мясные подушечки. Вот такое. Вареники какие-то. Что вот это? Это мясные подушечки с сыром. А это шкварка и картошка. Чипсы. Короче, мы прям сидим дома, объедаемся плохой едой. Арахис. Так, так, так. Яйца. Колбаса какая-то вот такая. Вот не знаю, по-моему, мы не покупали. Руслан выбирал, да? Так, что тут с осталью у нас? Свинина. На первом месте вот булочки. Так, а это что такое? Так, это селёдка, да? Вот селёдка. И жульен. Мужу такие вот штуки нравятся. Как-то он мне тоже покупал, но, честно говоря, мне ничего особенного. Доброе утро. Сегодня у нас с утра прям хорошая новость. И к нам наконец-то приехал замерщик по шкафу. Замерили, всё посчитали. Мы выбрали дизайн. В общем, у нас вышел шкаф. Вот здесь вот купе в коридор. 890 долларов. И сказали, что буквально, наверное, дней за 20, если все материалы будут в наличии, наш цвет нужный, то уже поставят. У нас будет здесь ДСП Егер. Дверцы такие серого-тёмно-серого цвета. Темнее, чем вот стены, чтобы выделялось немножко. И цвет боковушек дерева будет такой же, как у нас везде. Так как и на кухне, и ванной дуб небраска Егер тоже. Вот, нормальная цена, потому что у нас тут очень большой шкаф, тут и рейки будут, и всё. В общем, я надеюсь, что будет красиво, и цена тоже хорошая, поэтому ждём, наконец-то у нас будет шкаф. Вот, я сейчас смотрю на нашу дверь, входную. Мне она так не нравится, хотела бы тоже её поскорее уже заменить. Но пока что по очереди всё будем делать. Сначала шкаф поставим, потом надо будет уже подумать о двери. Сегодня у меня выходной, мне нужно будет съездить забрать посылку в СДЭК. Что ещё, что ещё? Не знаю, надо хоть на улицу выйти, потому что у меня уже лицо какого-то зелёного цвета. На улицу не выходить, хоть воздухом подышать. С Русланом вот погуляемся вместе. И вот пока что так. Так, расскажем о проекте на балконе. Вот, каким образом он реализовывается. Вот она, так стеночка. Что я делаю? Я обычный брусок нарезаю и раскалываю его на такие вот тоненькие пластины. Брусок беру. Не знаю, сколько он вывел. Порядка 4-5 рублей стоит в строительном магазине. Вот, и получается, когда раскалываю, такая красивая текстура. Вот, они все получаются разной толщины. Поэтому, если так вот сбоку посмотрите, видно, что всё неоднородное такое. Это мне даст такой кирпичный, этот, деревянной кладки. И ещё дополнительную тонировку делаю. Вот, морилка, дуб. Вот видно даже, вот это сейчас затонировано. Это нет. Нарезаю я хаотично, вообще беспорядочно. То есть, видите, какие-то вот маленькие, большие, маленькие, большие. То есть, просто нарезаю и стыкую, как мне нравится. Клею я такими вот стержнями пистолета клеющий. Но, как бы, немножко не очень сам пистолет разогревает. То есть, недостаточно. Поэтому я делаю, как-то маленький лайфхак, у кого даже нет такого пистолета. Я просто беру брусочек. Отрезаю немножко вот этого стержня. Положу сверху. Капываю обычный бензин или растворитель, обезжириватель. Лучше обезжириватель. Он не так сильно воняет. Поджигаю. Ну, и прямо на этой дощечке. И подношу стержень. Он капает. То есть, здесь заполняется небольшое такое пятнышко клея. И дальше я просто стыкую. Начинаю, например, оттуда. И вот так вот он приклеивается. Приклеивается плотно. Хорошо. То есть, нигде он не шатается, ничего. Единственный момент, что клейте, когда на улице не будет сыра. Чтобы эта стена не была сырой. Потому что я начинал клеить, когда был большой-большой очень ливень. И схватывалось плохо. Сейчас все стоит нормально, капитально. Потом, в дальнейшем, я еще покрою один слой лака. Нанесу здесь. Здесь у меня будет... Тоже зашью аккуратненько вот эту часть. Чтобы не было видно. Здесь я не под самый верх. Потому что, во-первых, здесь металлический уголок идет. И, ну, то я хочу сделать здесь такой вот какой-нибудь... Такой вот под углом поставить. И плюс подсветка будет еще сверху. То есть, у нас здесь будет полностью под всем подоконником подсветка. Она будет создавать красивые тени. За счет того, что вот все эти дощечки неоднородные. Получится красивая такая тень вечером. Ну, так что так. Не знаю, кому такое нравится, не нравится. Ну, не нравится. Получается необычно. Сколько? Три? Ты посчитал? Да. С досточками приехали. Да. Для балкона. И еще заходили в магазин три цены. Муж купил вот такой вот клей для клеевого пистолета. Для того, чтобы эти досточки наклеивать на балконе. Уже не помню, честно говоря, цену. Но там выгоднее всего их покупать. Он уже не первый раз покупает. Я купила вот такое очистящее средство. По-моему, 2 рубля 90 копеек. Я не взяла чек, поэтому уже не скажу точно. Спрей такой вот. Опять же, для работы мне пригодится. Для того, чтобы дезинфицировать кушетку после каждого клиента. И еще взяла вот такую вот косметичку. 3 рубля 50 копеек она, по-моему, стоила. Чтобы складывать туда после дезинфекции мои различные приспособления, которые нужны для работы. Разные щеточки, в общем, всякую такую мелочевку. Складывать сюда, с собой носить. Вот так вот аккуратно и удобно. Этот пакет не промокаемый. Вот. Чтобы все аккуратно лежало всегда под рукой. Я сейчас подыскиваю помещение. Уже предупредила на работе, что я буду увольняться. Меня попросили еще отработать. Не знаю, сколько мне еще нужно будет отработать. Но я думаю, наверное, хотя бы первую неделю ноября. В это время я пока подыскиваю себе помещение. Пока буду пользоваться каворкингами. Тут как раз недалеко от меня открылся недавно каворкинг. Поэтому буду, скорее всего, ввести прием там. И подыскивать помещение. Потому что, конечно, с этими сумками, материалов, расходников очень много. Постоянно носить с собой это неудобно. Лучше все-таки, чтобы было уже помещение свое какое-то стабильно. Всегда пришел спокойно. В любой момент открыл и работаешь. Поэтому сейчас занимаюсь подбором, поиском помещения. Ну и закупкой всех расходников потихоньку тоже занимаюсь. Так что сейчас очень много дел, очень много забот. И такое приятное-приятное волнение. На самом деле буду запускать уже рекламу. И приглашать первых клиентов. У меня уже есть запись без рекламы. Если честно, уже записываются люди в Инстаграм. Но я надеюсь, что там будет хороший поток. После запуска рекламы в Инстаграм. Чтобы я не жалела о том, что я ушла с работы. И выбрала себе вот такое новое направление. У нас дома убирает робот-пылесос. Мы подняли шторы. И Марсик свил себе гнездышко. Спрятался от робота. Да, Марсик? Ты не любишь этого робота, да? Он тебя напрягает? Я тебя напрягаю тоже, да? Вот. В таком гнездышке он лежит. Что это у тебя магазин? Да. Приготовь мне, пожалуйста, мороженое и бифштекс. Да. Вот. А что ты мне дал? Мороженое и бифштекс. Что-что-что? Мороженое и бифштекс. Понятно. Бифштекс, да? Да. Понятно. Не умеем мы пока бифштекс говорить. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Ой, как красный свет такой у тебя отражается. Давай отсюда посмотрим. Сейчас скажу, что ребенок у нас уставший. Руслан, посмотри. Посмотри на меня. Покажись. Покажись. Руслан, отдай мне колу, пожалуйста. Руслан. Давай колу. Хорошо. Руслан, что ты будешь сейчас делать? Нет. Руслан собрался, папа вот сделал эту стенку. Видите, как получилось. Ладно, все попылесосить. Ну, давай, пылесосим. Посмотрите, какие шлепка с Руслан. Папины шлепки одел. Ура. Сегодня мой последний рабочий день. Я наконец-то уволилась. В общем, на следующий месяц мне сказали, что ничего уже не нужно отрабатывать. Не ставили мне рабочие смены. И я очень рада, что сегодня последний мой рабочий день. Я так давно этого ждала. Я так давно об этом мечтала. Наконец-то. Я начинаю активно заниматься перманентным макияжем. Начинаю активно искать клиентов. Поэтому тоже записывайтесь. Можете посмотреть мои работы в моем инстаграм. Есть ссылочка под этим видео. Там меня можете найти. И сегодня я еду смотреть кабинет. Я думала, что я буду снимать каворкинги. Но когда люди начали ко мне записываться, подбирать удобное время для них и для меня, я поняла, что каворкинги практически всегда заняты. То есть там мастера, скорее всего, записываются просто на месяц вперед. То есть в этом месяце записываются сразу на определенные даты на следующие. И уже своих клиентов как-то на эти даты уже пихают, расписывают их. Вот так вот найти. Просто вот к тебе клиент, например, на завтра хочет записаться. И каворкинг найти просто очень сложно. И поэтому я решила, что проще снимать свой кабинет. Надеюсь, меня все устроит. Сегодня мы поедем его смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok